Клинцовская средняя школа номер 3 – одно из самых старейших образовательных учреждений города. Учатся здесь 962 ученика. В этом году в школе были заменены окна, система водоснабжения и отопления, частично отремонтированы классы, благоустроена территория. Всего на сумму 2,5 миллиона рублей. Такой ремонт у нас проведен впервые за всю 60-летнюю историю нашей школы. Нашей школе в этом году исполняется 80 лет, а этому зданию 60. И вот действительно такие масштабные ремонты, такие масштабные преобразования в школе за последние годы – это впервые. Николай Денин осмотрел выставку детских работ, победитель Олимпиад по технологии и за студию. Оценил объем выполненных ремонтных работ, побеседовал с учителями и учениками, а заодно проверил их знания. Ну а российский флаг что? Цвета обозначает. Синий – веру, верность, постоянство. После школы Николай Денин отправился в детский сад. Рассчитано здание на пять групп и принимает детей от двух до семи лет. В 2005 году детский сад получил статус компенсирующего учреждения для детей с аллергическими заболеваниями. Сколько в месяц родительская? 700 рублей, да? Довольны. Второго ребенка тоже сюда. Для всех одинаковые. Есть очень хорошие условия у нас. Много мероприятий проводится для деток. То есть мы довольны всем. После проведенного здесь ремонта все помещения стали еще более уютными, комфортными и для пребывания детей, и для работы педколлектива. Главное, по мнению губернатора, не потерять грамотных специалистов. Тем более, что заработная плата начинает расти. Вот сейчас 30% увеличения с 1 октября как распределили? Мы взяли пункт оплаты сюда дополнительный и разделили именно в численном выражении, не в процентах, а в численном выражении. Разговор о том, что уже сделано в городе и области, продолжился в Центральном доме культуры «Современник». То, что клинцы за последние годы изменились в лучшую сторону, жители видят сами. Сделаны дороги, благоустроенные скверы, работают предприятия. В последнее время у нас освоена новая продукция. Мы второй год уже производим теннисные столы, много производим, около 100 тысяч санычек детских. И, конечно, основная продукция – это у нас поршневые кольца для тепловоза. Клинцы участвуют в федеральных и областных программах по переселению из ветхого и аварийного жилья. В программе по капитальному ремонту многоквартирных домов. Дорогие друзья, субъект Федерации по этой программе получил сумму в 370 миллионов рублей. 35% этой суммы получает город Клинцы. Посмотрите, какая поддержка. Следующая программа – капитальный ремонт. Субъект Федерации из федерального бюджета получает сумму 105 миллионов рублей. И здесь мы с вами впереди. Мы получаем седьмую часть всей суммы, которая приходит на субъект Федерации – 15 миллионов рублей. О том, что есть положительная динамика, напомнил жителям Клинцов и губернатор области Николай Денин. В своем выступлении он привел несколько цифр в сравнении с 2005 годом и рассказал о программах, в которых область принимает участие. По программе «Модернизация здравоохранения» по Клинцам, вы слышали, в целом на 2011-2012 годах мы получим 3,7 миллиарда рублей. Вообще, такой суммы, если здесь есть, наверное, и работники здравоохранения, никогда область, во всяком случае, в новейшей российской истории не получала. В Клинцах уже в рамках этой программы приобретен томограф, которого здесь ждали 25 лет и заключены договоры на поставку нового диагностического оборудования. Галина Ковач, Аристарх Никитин. События Клинцы.